Уголовная ответственность за уголовные правонарушения Уголовная ответственность за уголовные правонарушения наступает с 16-летнего возраста Однако за некоторые уголовные правонарушения уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста Касательно транспорта уголовных правонарушений уголовная ответственность за данную категорию дела наступает с 16-летнего возраста В соответствии с законом Республики Казахстан о транспорте, транспортом Республики Казахстан является зарегистрированным на территории Республики Казахстан Железнодорожный, автомобильный, морской, внутренневодный, воздушный, городской, рельсовый А также находящийся на территории Сур-Казан магистральный трубопроводный транспорт Эксплуатация транспорта любого из названных видов всегда связана с повышенной опасностью Первое это для лиц непосредственно пользующих транспортом Второе это для лиц управляющих или обслуживающих управления Третье это для лиц находящихся в зоне управления В зоне движения точнее И четвертое это для имущества транспортных предприятий и организаций, находящихся в зоне движения На чем основывается законодательство о транспортных правонарушениях? Законодательство по делам о транспортных правонарушениях в первую очередь основывается на Конституции Республики Астан А также состоит из Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса Республики Астан Нормативных постановлений Верховного суда О практике применения Уголовного законодательства по делам об уголовных правонарушениях связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств А также некоторые вопросы о назначении уголовного наказания о судебном приговоре Определяет базовую эксплуатацию транспорта также правительственные постановления Например, правила дорожного движения, которые утверждаются правительством Республики Астан а также ведомственные приказы и инструкции. В связи с многообразием правил безопасности, нормы уголовной ответственности за транспортные правонарушения являются бланкетными, что предусматривает обязанность органов досудебного расследования и судов указать, какие именно нормы безопасности нарушены субъектом преступления и в каком нормативном акте и его статье пункте они установлены. Своими словами говоря, то есть нужно необходимо указано быть конкретно, какой пункт нарушен правил дорожного движения. Кто является субъектом и объектом транспортных уголовных правонарушений? Субъектом уголовных транспортных правонарушений у нас являются любые лица, достигшие 16-летнего возраста. Субъект рассматриваемых деяний в большинстве случаев специальный, а именно лица, управляющие транспортным средством, и иные лица, которые профессионально обязаны соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта, в том числе обеспечить его безопасную эксплуатацию. Субъективная сторона транспортных уголовных правонарушений характеризуется преступной неосторожностью, в форме самонадеянности или небрежности по отношению к последствиям. При установлении умысла на причинение вреда жизни, здоровью и имущества с использованием транспортного средства, то в этом случае наступает ответственность за уголовные правонарушения против личности и против собственности. Согласно главе 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан, к транспортным правонарушениям у нас относятся уголовные правонарушения, указанные в статьях 344-360 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все эти составы объединяют один видовой объект, а именно безопасность движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, водного, речного, автомобильного транспорта, в том числе нефтегазопроводов. Составы преимущества материальны, за исключением предусмотренной части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обязательным условием наступления уголовной ответственности является наступление общественно опасных последствий по неосторожной вине в виде повреждения транспортных средств, причинения легкого вреда здоровью, причинения среднего вреда здоровья, причинения тяжкого вреда здоровья, причинения смерти двух и более лиц, то есть определенные должны наступить последствия. Особенностью этих уголовных правонарушений является то, что указанный вред причиняется в основном при нарушении правил безопасности дорожного движения, поскольку автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. Именно поэтому объектом транспортных правонарушений является отношение в сфере безопасности осуществления транспортной деятельности. При этом для квалификации важно, чтобы наступившие последствия находились в непосредственной причинно-следственной связи с допущенным нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По объективной стороне уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств представляют собой действия или бездействия, содержание которых является заведомо нарушением установленных на транспорте правил безопасности. Эти правила носят многоуровневый характер, и они определены в разных законах Республики Астан, законе об автомобильном транспорте, законе о торговом мореплавании, о железнодорожном транспорте, об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. При квалификации транспортных правонарушений также необходимо учитывать, что действия лиц, управляющих транспортными средствами при выполнении работ не связаны с дорожным движением, например, производство погрузно-разгружечных работ, ремонт и заправка транспортных средств, производство строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других нетранспортных работ, имеется в виду, повлекшие наступление, указанное статьями 345-346 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, подъезжает квалификации по статьям Уголовного кодекса, предшматривающей ответственность за нарушение правил производства определенных работ, правил безопасности, либо за уголовное правонарушение против личности. Какова статистика в Экибастузском городском суде по уголовным правонарушениям в сфере транспорта? Согласно статистике, Экибастузским городским судом с 1 января 2023 года рассмотрено и окончено 187 уголовных дел. Из них за транспортные уголовные правонарушения окончено 24 уголовных дела. Из этих 24 уголовных дел по 9 делам, то есть 9 лицам, назначено реальное лишение свободы. То есть 37,5% от общего количества рассмотренных по транспортным порушениям назначено наказание в виде лишения свободы. Так, например, по статье 345 УК Республики Казахстан, то есть нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, управляющая транспортным средством, к реальному лишению свободы приговорено 7 лиц. По статье 346 УК Республики Казахстан, то есть управление транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, Екебасуевским городским судом приговорено к реальному лишению свободы 2 лица. Так, например, по 346, как касательно лицо, ранее лишенное и находящее состояние опьянения, важно учитывать 2 обязательных обстоятельства. Это первое, то, что лицо ранее должно быть лишено водительских прав, и это лишение не истекло, то есть не отбыл еще лишение права. И второе, это обязательно должно находиться в алкогольном опьянении, наркотическом опьянении. На примере по статье 346 УК Республики Казахстан было рассмотрено уголовное дело в отношении ЕС, согласно приговору с приговоренным к 4 годам лишения свободы. Согласно фабуле, передвигаясь по городу Екебасузу, не справившись с управлением, допустил столкновение с дорожными опорами на мосту. Поскольку при рассмотрении и при вынесении данного приговора судом учитывалось смягчающее обстоятельство, это признание вины, наличие положительных характеристик мест работы, учебы, отсутствие отягчающих обстоятельств. Однако судом было принято во внимание, что ранее, в 2022 году, данное лицо было лишено водительских прав на 7 лет. Однако, не сделав для себя должных выводов, подвергая опасности как себя, так и окружающих людей, данное лицо вновь село за управление транспортным средством и совершило дорожно-транспортное происшествие. Поскольку имеется последствия в виде причинения материального ущерба, поскольку санкция является безальтернативной, в связи с этим судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Касательно статьи 345 Уголовного кодекса, на примере также хотелось бы сказать, что Экибасовским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Т. Согласно материалам дела, Т, находясь за управлением, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно совершая маневры опережения, столкнулся с дорожными опорами. При назначении наказания судом также учитывалось смягчающее и отягчающее обстоятельство, но судом учитывалось то, что в результате дорожно-транспортного происшествия, хоть и по неосторожности, но была причинена смерть. Согласно Конституции у нас каждый имеет право человека на жизнь, никто не вправе лишать его жизни. В связи с этим, с учетом данных всех обстоятельств, а также с учетом мнения потерпевшего, который просил не лишать его свободы, однако судом было назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку имеет место смерть человека, хоть и по неосторожности. В связи с этим суд пришел к выводу и назначил в виде лишения свободы. На этом наша передача подошла к концу. Благодарю за внимание. До новых встреч.